Спасибо большое всем предыдущим докладчикам, которые подготовили часть моей презентации и возможности того, чтобы я рассказала о стереотоксической лучевой терапии в лечении крупных неоперабельных метастазов в головной мозг. Андрей Владимирович говорил сейчас только о том, что крупные симптоматические метастазы в головной мозг, конечно, оптимальной методикой лечения является комбинированной, когда мы их удаляем, облучаем и получаем хороший локальный контроль. Но что делать, когда метастазы неоперабельны? Они крупные, дают симптоматику, но при этом находятся в функционально значимых зонах, их невозможно приоперировать, либо сочетаются с множественными другими метастазами, или пациент имеет соматическую проблему и на первый план выходят вопросы о стереотоксической лучевой терапии. Мы можем использовать тогда стереотоксическую лучевую терапию в режиме радиохирургии, гипофракционированной, стажированную радиохирургии или облучение всего головного мозга со стереотоксическим бустом. То есть в наших руках разные методики. И начнем с того, что стереотоксическая радиохирургия, она долгое время занимала лидирующие позиции в лечении метастазов в головной мозг, но первая работа поставила под вопрос облучения крупных метастазов в головной мозг, которое опубликовал в 2011 году Виген Рарт. И он сказал о том, что крупные метастазы в головной мозг, облучаясь радиохирургическим методом, будут иметь меньше локальный контроль, чем при лечении гипофракционированным облучением. Появилось ряд исследований, и первые проспективные исследования только в 2014 и 2015 году, с маленькими сериями, оба исследователя говорят о том, что да, нам нужно изучать стереотоксическую лучевую терапию в режиме гипофракционирования и определять оптимальные режимы гипофракционирования для крупных метастазов. Это востребовано. И в 2017 году проводится большой метаанализ по тем работам, которые проведены по гипофракционированию. 95 работ американским авторам анализируются, и только 10 говорят о том, что это проведено исследование, и анализ даже ретроспективно используется для того, чтобы оценить, какие дозы гипофракционирования важны. Эскалация дозы, показано, имеет лучший локальный контроль, чем ее снижение. И спасибо Тимур Раисовичу, который уже представил работу, выпущенную в 2017-2018 году авторами из Лобамы. 72 пациента, которые в мультивариантном анализе показали, что главным в этой ситуации является, если мы 5 фракций берем и подводим по 5 грей или по 6 грей, то эскалация дозы придет к лучшему локальному контролю и имеет значение, конечно, объем очага. Очаги выше, больше чем 3 сантиметра в диаметре, имели худший локальный контроль. 2019 год, приближаемся к нему, и снова исследователи из Голландии показывают нам, что режим гипофракционирования является лучше для локального контроля крупных метастазов, чем радиохирургия, и чем выше мы можем подвести дозу, тем, наверное, более высокий локальный контроль. И опять это небольшая серия исследователей, и опять к 2019 году мы получаем то, что нам нужно исследовать режимы гипофракционирования. Но в 2019 году, наконец, выходит Голланд, в котором мы видим, что у нас появляются рекомендации, что метастазы крупнее 3 сантиметров в диаметре нужно облучать не радиохирургически, а стереотоксической лучевой терапией в режиме гипофракционирования. И нашей, конечно, задачей, нашим собственным исследованием было определить, неоперабельные очаги, интактные, как мы можем их облучать, какой режим фракционирования для нас важен, как он влияет на локальный контроль и на лучевую токсичность. С 2013 года мы открыли рандомизированное исследование, одобренное этическим комитетом нашего института, и для того, чтобы изучать режимы гипофракционирования для крупных метастазов головной мозг, которые не подвергались хирургическому лечению. Мы пациентов рандомизировали в три группы по фракционированию, три фракции по 8 грей, пять фракций по 6 грей и семь фракций по 5 грей. Это не случайно подобранные режимы фракционирования, они наиболее часто используются в литературе, и между собой биологически эквивалентны по линейно-квадратичной модели. И, наконец-то, слава богу, мы, наверное, заканчиваем набор пациентов в это исследование. На настоящем слайде представлено 113 пациентов, 313 всего очагов, и 130 для решения вопроса по режиму гипофракционирования, то есть те очаги, которые вошли в исследование. Пациенты были с первичной опухоли рака молочной железы, легкого, колоректальный рак, рак почки, меланомы и другие. Время медианного наблюдения составило 10 месяцев. И особенность этих пациентов была то, что мы набирали пациентов с крупными метастазами в головной мозг, не подвергавшимися операции от 2 до 5 сантиметров в диаметре, и медиана составила 3 сантиметра в диаметре. Медиана объема 8,4 кубических сантиметров. Локализовались эти очаги в различных зонах, наибольшее количество – это в центральных извилинах, ствол мозга, а также были и пациенты с метастазами височной доле, затылочной доле и в мозжечке. Итак, общая выживаемость. Наши пациенты выживают 13 месяцев. Все, которые находились в группе этого исследования. И рандомизация у нас прошла достаточно благоприятно, потому что по выживаемости наши группы не различаются. Общая выживаемость в группе идентична. А вот интересным фактом является то, что мы сравнили общую выживаемость наших пациентов с прогнозируемой выживаемостью по шкале GPA. И мы получили, что наши пациенты выживают лучше, чем те, если бы они выживали по прогнозу в шкале GPA. И значит, режим стереотоксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования – это метод адекватный, оптимальный для этих пациентов. И его нужно в дальнейшем исследовать и его наблюдать. Главной точкой нашего исследования – это является локальный контроль. И локальный контроль у нас на 12 месяцев составил 70% для этих пациентов. Он не различался в группах фракционирования. Мы не получили различия по группам фракционирования. Но также, как и другие исследователи, мы получили разницу в локальном контроле в зависимости от объема мишени. И в случае, если мишень была меньше 7 кубических сантиметров, а это значит меньше 3 сантиметров в диаметре, то локальный контроль для таких пациентов составил 83% – одногодичный локальный контроль. Также нам было интересно проанализировать, влияет ли расположение крупного очага в ткани мозга. И мы здесь никакой разницы не получили. А вот при различных подтипах, то есть типах первичного гистологической форме крупных метастазов головной мозг, мы получили ситуацию, что самым неблагоприятным является колоректальный рак. Они протекают хуже всего, и хуже всего у них локальный контроль для этих пациентов. Следующей точкой, которая для нас была очень важна, это лучевая токсичность, которую мы получили у этих пациентов. Пациенты без лучевой токсичности в сроках на 12 месяцах у нас выживают по анализу более 70% пациентов, которых не имели лучевую токсичность. И при этом симптоматическая лучевая токсичность была определена, что пациенты без симптоматической лучевой токсичности 80% наших пациентов, которые получали режим гипофракционирования. И реализация лучевой токсичности симптоматической в основном возникает до 6 месяцев. То есть основная реализация лучевой токсичности. Лучевая токсичность, то есть лучевой симптоматический некроз, как раз зависит от режима фракционирования, и мы это получили. И более протрагированные режимы фракционирования, то есть в нашем случае группа 7 фракций по 5 грей, является менее токсичной. В этой группе всего только 6% пациентов имели лучевую токсичность. Также мы хотели определить, влияет ли лучевая токсичность, на лучевую токсичность расположения метастазов. И здесь разницы мы никакой не получили. И опять же колоректальный рак – это самые неблагоприятные метастазы в головной мозг, которые протекают с наихудшей лучевой токсичностью. Лучевая токсичность также на нее не оказала влияние объем метастатического очага. То есть мы не получили разницы в появлении симптоматических лучевых некрозов при облучении стереотоксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования в зависимости от объема метастаза. Еще одной разновидностью гипофракционирования или разновидностью радиохирургии, как можно называть, это стажированная радиохирургия, которая можно применять для крупных метастазов, неоперабельных в головной мозг. Но это исследование только начинается, серий этих исследований очень немного. Суть этого методики такова, что радиохирургия проводит в два этапа. Сначала проводится радиохирургия небольшой дозой на крупный метастаз, дальше через 2-4 недели метастаз сокращается в объеме, и можно подвести вторую дозу, более крупную, чем была первая. Таким образом, суммарная доза будет большая, и мы получим хороший локальный контроль, как заявляют авторы. И в нашей серии, в наших исследованиях, это исследование в основном проводится на центром Гаммонож, показали о том, что после первой фракции у пациентов объема щегов сокращается практически на 50%, можно подвести вторую фракцию, но мы сейчас не имеем большого объема пациентов для того, чтобы сказать, насколько действительно мы получили локальный контроль, и какое имеет преимущество данная методика. Таким образом, стереотоксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования имеет локальный контроль, и он зависит от объема метастаза. Лучевая токсичность зависит от режима фракционирования, и не зависит от объема опухоли. Симптоматическая лучевая токсичность реализуется в первые 6 месяцев. Наиболее неблагоприятная группа метастазов в головной мозг – это группа колоректального рака, и стереотоксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования является оптимальным методом лечения крупных неоперабельных метастазов в головной мозг, так как общая выживаемость в сравнении с прогностической выше. И на этом я хочу завершить первый доклад, и плавно перевести ко второму. Это облучение всего головного мозга на современном этапе при метастатическом поражении показания и техника проведения. Наверное, это сейчас самая неоднозначная методика, которая претерпела совершеннейшие колебания от того, что это была приемлемая методика для всех метастазов в головной мозг, когда считалось, что проведены рандомизированные исследования, и только это является опробированным методом лечения метастазов в головной мозг, до того, что полностью неприемлемая методика стала в какой-то другой момент, и все стали отказываться от облучения всего головного мозга с метастатическим поражением головного мозга. И начать этот доклад хотелось бы с того, чтобы сравнить стереотоксическую радиохирургию и вообще стереотоксические методики лечения метастазов в головной мозг с облучением всего головного мозга при метастатическом поражении. Большой метаанализ, проведенный в 2017 году, показал о том, что пациенты не имеют различия в общей выживаемости, если мы проводим облучение всего головного мозга, добавляем к нему радиохирургии, или к радиохирургии добавляем облучение всего головного мозга. Так что выигрыши в общей выживаемости мы не получаем. И дальше эскалация дозы, которая проводится так, как проводится радиохирургия с добавлением облучения всего головного мозга, или облучение головного мозга к нему добавляется радиохирургия, имеет значение. И статистически значимо лучше локальный контроль в случае, если мы эскалируем дозу. Но в этом метаанализе не участвует гипофракционирование, которое помогает эскалировать дозу. И поэтому эти пациенты могут вполне… То есть эта методика, опять же, не дает выигрыш облучения всего головного мозга, так как эскалацию дозы мы можем провести при облучении в режиме гипофракционирования крупных метастазов. А вот какой выигрыш получает эта методика облучения всего головного мозга? Это выигрыш, когда есть у пациентов реальная угроза дистантных метастазов. И если у пациентов мы можем профилактировать дистантные метастазы, то это да, облучение всего головного мозга помогает в этой ситуации. Это статистически значимо. У пациентов меньше дистантных метастазов и меньше потребностей в сальваж-терапии. Но, как сказал Сергей Михайлович, в том, что сальваж-терапия – это терапия, которая может не только спасать пациентов, но и дать возможность долго и плодотворно лечиться таким пациентам. И главным недостатком облучения всего головного мозга – это то, что во всех исследованиях, практически во всех исследованиях, облучение всего головного мозга снижает качество жизни и когнитивные функции. Если вернуться к нашему рандомизированному исследованию по стереотоксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования крупных метастазов, мы говорили о том, что есть еще одна методика облучения всего головного мозга со стереотоксическим бустом, то мы должны оценить, а как же стереотоксическая лучевая терапия влияет на качество жизни. И все пациенты, которые участвовали в нашем рандомизированном исследовании, заполняли опросники по качеству жизни на каждом визите. И у них исследовались ментальные функции по опросникам ММСЕ. И при сравнительной оценке качества жизни пациентов стереотоксической лучевой терапии крупных метастазов в головной мозг получено статистически значимое улучшение качества жизни по критерии эмоционального функционирования, тенденция к снижению усталости со временем наблюдения, в отличие от ухудшения этого показателя при облучении всего головного мозга. И в исследовании также получено статистически значимое улучшение по критерии уменьшения бессонницы на протяжении всех визитов и по критерии неуверенности в будущем на протяжении всего наблюдения стереотоксической лучевой терапии. Также нами было проведено сравнение качества жизни пациентов, которые получали только стереотоксическую лучевую терапию в режиме гипофракционирования без добавления облучения всего головного мозга, с данными, которые получили в исследовании РТС третьей фазы по добавлению облучения всего головного мозга к радиохирургии или удаление метастазов в головной мозг. И в данном случае мы по критериям общего состояния по шкале ВОЗ не получили снижение функции, а при облучении всего головного мозга, по литературным данным, это было получено 8-9 месяцев. Оценка физического функционирования у нас не снижалась, в отличие от добавления облучения всего головного мозга. Оценка нарастания усталости на поздних сроках наблюдения. Не было нарастания усталости при применении гипофракционирования, в отличие от добавления облучения всего головного мозга. И не было снижения когнитивных функций к одному году исследования, такое, как наблюдалось в рандомизированном исследовании третьей фазы. И так же, как эти авторы, мы тоже можем сказать, что при облучении крупных неоперабельных метастазов методика облучения всего головного мозга, наверное, нужно его отложить до будущих времен и оставить как резерв для пациентов, у которых есть метастазы в головной мозг. И получается, что для этих пациентов не нужно проводить облучение всего головного мозга. Тщательный мониторинг, ваша терапия для них является более выгодным. И тогда, наверное, облучение всего головного мозга, кому оно применимо? Ну, наверное, тем пациентам, которые дошли до лепомендиальной прогрессии, до диссиминации, которые имеют плохой функциональный статус, и облучение всего головного мозга может привести к улучшениям их состояния, улучшить качество жизни. И вот оказалось, что нет. В 2016-2017 году, наконец, было закрыто большое рандомизированное исследование кварц, которое проводилось в Англии. Огромное многоцентровое исследование набрано 538 пациентов. И они этих пациентов туда включали тех, которые были с плохим функциональным статусом, не могли пройти радиохирургию или операцию по поводу метастазов в головной мозг. И они думали о том, что мы сможем улучшить качество жизни этих пациентов. Пациенты рандомизировались в группу стероидной терапии, поддерживающей терапии и группу облучения всего головного мозга. Никакого выигрыша по общей выживаемости или по снижению стероидной терапии для этих пациентов не было получено. Пациенты также жили приблизительно 9 недель что в одной, что в другой группе. Но при этом качество жизни для этих пациентов, оно страдало, потому что была лапеция, был зуд головы, и часть пациентов были оторваны от семьи на таком небольшом промежутке жизни при облучении всего головного мозга. И получается, что эту методику мы исключаем и для тех пациентов, которые находятся на своем конечном завершающем этапе. Кому же мы можем предложить этот метод? Получается, что пациенты с первые выявленными метастатическими очагами в головной мозг, конечно, в первую очередь нуждаются в стереотоксической лучевой терапии, различных режимах фракционирования. И, возможно, в дальнейшем мы должны подобрать правильную лекарственную терапию. Спасибо большое за то, что задавался вопрос о том, имеет ли значение для нас подтип опухоли. Естественно, если опухоль имеет наличие активирующих мутаций и сохранены резервы системного лечения, мы всегда надеемся на то, что мы можем избежать облучения всего головного мозга. А вот если пациент достаточно находится в относительно неплохом функциональном статусе, но при этом есть диссеминация в голове и метастаза в головной мозг, и при этом нет активирующих мутаций. Исчерпены резервы системной терапии или системная терапия по каким-то причинам приостановлена. Наверное, облучение всего головного мозга, эта методика должна рассматриваться для этих пациентов. И вот клинический пример. Пациентка 33 года, рак молочной железы, хердванию позитивной, на фоне таргетной терапии лопотенибом в сочетании с химиотерапией, у нее наступает гематологическая токсичность, и лечение прерывается. А моментально возникает такая массивная интракраниальная прогрессия с множественной диссеминацией очагов по задней черепной ямке, это хорошо видно, и крупным метастатическим очагом в подкорковых ядрах, которые дают нарастание неврологического дефицита. Здесь мы принимаем решение о том, что нужно провести стереотоксическое облучение всего головного мозга со стереотоксическим бустом на крупный очаг с дальнейшим назначением системной терапии. Пациентка получила облучение всего головного мозга, восстановила гематологические функции, стала получать лопотениб с ксилодой, и через 10 месяцев полная регрессия очагов головного мозга, пациентка имеет лучший функциональный статус, и, значит, таким пациентам облучение всего головного мозга нужно. Эта методика еще не списана у нас полностью с наших резервов, и поэтому нам нужно идти по другому пути. Нам нужно решать вопрос, как же снизить токсичность этой методики, как этого лечения. И в гайдлайнсе 2019 года мы получаем направление, куда мы должны смотреть для того, чтобы эта методика имела меньшую токсичность. Три направления. Это рассмотреть режимы фракционирования, направление лекарственной поддерживающей терапии, такой как мемантин, и исключение гиппокампа из зоны облучения. Начнем с режима фракционирования. Большой метаанализ в 2018 году ЦАУ с авторами показал, что облучение всего головного мозга с более низкими биологическими дозами показало доказательную умеренную статистическую доказанность, то, что стандартные режимы фракционирования 30 грей за 10 фракций будут более адекватными в лечении метастазов головного мозга при облучении всего головного мозга. А эскалация дозы при этом не получила никакой статистической значимости по общей выживаемости и по улучшению неврологических функций. Поэтому стандартный режим 30 грей за 10 фракций, он сейчас является оптимальным. В 2013 году вышло исследование по использованию препарата мемантин. Мемантин явился нетоксичным препаратом. Он очень хорошо переносится пациентам. И пациенты показали, что в этих группах меньшее снижение когнитивных функций на грани статистической значимости. Но при этом длительность снижения когнитивных функций статистически значима была лучше в группе мемантина по сравнению с группой плацебо. И он тоже вошел уже в гайдлайнсы, в рекомендации о том, что мемантин нужно назначать пациентам при облучении всего головного мозга. И следующая методика, которая поможет нам снизить лучевую токсичность при облучении всего головного мозга – это использование нового оборудования. Спасибо нашим медицинским физикам Антипиной Наталье Анатольевне, которая смогла освоить эти методики и предоставить эти слайды. И используя систему трубим, мы по-другому смотрим на облучение всего головного мозга. Во-первых, мы, получая динамические арки, можем получить лучшее покрытие всего головного мозга. И по гистограмме дозы объема мы видим лучшее покрытие всего головного мозга и снижение нагрузки дозовой на критические органы. И при этом эти методики нам позволяют выделить часть мозга, то есть ограничить нагрузку на гиппокамп, как зону нейрогенеза, а также, если этот пациент ранее получал радиохирургии или режимы гипофракционирования и вдруг развился лучевой локальный некроз, то мы также можем выделить участки лучевого некроза из зоны облучения всего головного мозга. И дополнительно можем провести стереотоксический буст, если это крупные метастазы, то есть одновременно облучая весь головной мозг с дозой 10 фракций по 3 ГРЭ, и на метастазы, которые более крупные и, наверное, требуют большие дозы, мы можем подвести 10 фракций по 4 ГРЭ. И еще одним крайним вариантом защиты мозга – это если мы имеем пахименингиальную прогрессию, связанную с метастазами в кости черепа и вырастающими интракраниально, то мы можем создать облучение всех костей черепа с бустом на крупные очаги, которые сдавливают мозг, и при этом исключить из зоны облучения вообще весь мозг, не только гиппокамп. И, используя такие методики, мы можем постепенно снижать уровень токсичности облучения всего головного мозга и оставить, как и эту методику, сделать более востребованной в случае надобности наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за очень интересные доклады и время вопросов. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Какие возможности есть в лечении пациентов с помощью лучевой терапии, которые получили уже облучение всего объема головного мозга на первичном этапе? Плюс на фоне системной терапии достигнуты неплохие показатели по контролю очагов в других органах, но они начинают прогрессировать по головному мозгу. Что мы можем сделать с ними? Спасибо за этот вопрос. И такая ситуация случается нередко. И, наверное, в первую очередь это методы стереотоксической лучевой терапии. Они будут, конечно, зависеть от размера очага. В первую очередь это радиохирургии. По вторной радиохирургии мы можем проводить облучение после всего головного мозга, а также гипофракционирование, если очаги стали более крупными. Будьте добры. Такой вопрос. Значит, я все-таки хочу сказать, что я не совсем согласна с тем, что мы должны отказаться от ОВГМ, потому что в нашей практике встречается достаточно часто, когда больные приходят с охранной, молодые больные, без лептоменингиального распространения, но с бесчетным количеством метастазов в головной мозг. Я имею в виду 10, 20, 30, 40. Надеюсь, мой доклад тоже сказал, что мы не должны от этого отказываться. Да, вот. И второй вопрос тогда у меня такого свойства. Не должны ли мы предоставить все-таки пациентам выбор? Потому что они должны понимать, что когда им предлагается ОВГМ, у них более чем в два раза снижается вероятность вернуться к радиохирургу, и риск рецидива вне зоны облучения, ну, я имею в виду интракраниальной прогрессии, у них уменьшается реально в два раза. Они должны это знать. И, естественно, они должны знать при том, что ОВГМ действительно достоверно снижает когнитивные функции. Не должны ли мы этот выбор предоставить пациенту? Что он хочет? Вернуться для повторного лечения или рискнуть и потерять немножко своих когнитивных функций? Потому что, ну, по большому счету мы решаем за него в данном случае, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, он должен иметь выбор такого рода. Стереотаксис, я не спорю. То есть, когда есть, так скажем, контролируемые там 10-12 очагов, которые мы можем стереотаксически обработать, это нужно и важно делать. Но добавлять ли ОВГМ, может быть, все-таки пациенту предоставить право немножко решить в этом смысле. Вот такой вопрос. Спасибо за этот вопрос. И я надеюсь, что мой сделанный доклад показал о том, что мы как раз не хотим списывать методику ОГВМ. Вот, облучение всего головного мозга, эта методика должна существовать и должна быть всегда в резерве у наших пациентов. Но вот вопрос тот, который вы задали. Да, пациент всегда должен решать сам. Но мы можем также сказать, вот в пику вам я скажу, что облучение всего головного мозга повторно провести гораздо сложнее, чем провести повторно стереотоксическую лучевую терапию. При этом мы не знаем, и у нас сейчас появилось огромное количество драйверных мутаций, которые при проведении таргетной терапии совершенно поменяли течение биологии опухоли, течение опухоли, выживаемости пациентов. И в моем исследовании, которое я вам показала, рак почки, если раньше оказывался радиорезистентный, опухоль очень неблагоприятно протекал, то сейчас этот тип пациентов после стереотоксической лучевой терапии имеют лучший локальный контроль на фоне таргетной терапии. И мы этих пациентов сейчас все чаще стали относить в группу благоприятного прогноза. Поэтому если таргетная терапия поможет нам справиться с множественными метастазами в головной мозг, они будут контролироваться, то, возможно, пациенту не нужно будет на этом этапе проводить облучение всего головного мозга. И, возможно, эта функция останется у него в резерве, и он сможет ее использовать тогда, когда таргетная терапия окажется уже более неэффективным. А если вы на первом этапе проведете облучение всего головного мозга, а на дальнейшем этапе у него перестанет работать системная терапия, возникнут метастазы экстракраниальные, которые дадут прогрессию интракраниально уже после облучения всего головного мозга, что в этой ситуации вы будете делать? Как тогда вы поможете пациенту? А я про молочную железу тоже имею. Коллеги, извините, я вмешаюсь в ваш спор. Дело в том, что это уже такая дискуссия, она очень интересная. Но поскольку у нас очень серьезный лимит времени... Короткий вопрос, если можно. В продолжении вашего... Ильяна, так все-таки есть ли еще место для повторного облучения, и в каком режиме, если есть, и когда? Для повторного облучения... Всего головного мозга имею в виду. Всего головного мозга. Но эти методики описаны. Это, конечно, уже терапия отчаяния. Обычно описывается по 2 грея, до 20 грей для пациентов. Но совершенно нет никаких данных о том, что эти пациенты будут жить лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...